всем привет рад вас приветствовать на своем канале сегодня вторые сутки с момента подключения насоса на 20 кубов и от него скиммера на скиммер уходит шланг вот ситуацию чистится потихоньку грязи я конечно вытащил из этих колготок потому что когда он полный бак идет чуть-чуть перелив сюда вот эта штука не справляется и вон туда я еще одни колготки насунул тоже там вообще трэш сколько грязи потому что она идет здесь отсюда из бака биозагрузки также второе что вот этот мой компрессор на 82 литра в минуту на самом деле он может намного больше я уверен чем вот это вот это сейчас стоит там внизу на самом дне аэрационный диск я не помню 30 что ли это сантиметров диаметр вот так он булькает я еще хочу вот сюда один поставить вот сюда на дно ну там через тройник пустить сюда чтобы здесь бурлила но я хочу сначала прежде чем покупать его я хочу попробовать вот эти старые камни ваша не очень хорошо распыляет умея показались и вот я просто подсоединю вот так через тройник сюда и все и она у меня покажет себя как она вот здесь будет работать но уже в то есть на в дальней стороне для чего это еще делается для того чтобы разгрузить как его называют компрессор вот потому что он от этого может перегреваться и хуже работать кстати я сегодня такой лайфхак сделал но я вот все обратно установил да вот у меня этот подвешенный да вот он сейчас работает от него никакой вибрации ничего плюс почему он под подвесной и вот этого подвесного да во первых легкая конвекция воздуха да ну то есть тепло отходит вверх воды снизу подбывает а еще сейчас я нахожусь до работает озонатор вот озонатор он сюда выходит и запаха нет вообще то есть уже минут десять работает запаха нет но такой есть свежести но как бы не дала зона вот эту удушающего как раньше был вот от компрессора подается сюда и сюда вот она уходит вниз с учен расскажу здесь же вентилятор у меня стоит снизу вот и он очень сильно дует и он дует прямо вот я его установил так ровненько прямо в компрессор дует и компрессор холодный прямо вот я удержу холодный вот это круто его прямо держу холодненький такой холодненький вот еще один способ отведения тепла были на я вот думаю может этот компрессор как нибудь над ним поставить или под ним поставить чтобы он 2 обдувал чтоб когда он включался на он обдувал сам себя но с помощью этого и вот этот обдувал пошел я только что это сделал только что проверила тут просто холодно я удержу он еле-еле тёплый а так он очень сильно нагревается что берите на вооружение очень хорошо обдувается я в одного своего подписчика но и я тоже у него подписан у него снизу стоят эти от компьютеров такие вентиляторы под каждым тоже крутая тема вот отдельный респект за это у меня вот такая штука этого мне больше важно для этого как он называет компрессор после этот включается чем на полчаса включился и у нас оба и не нагрелся еле теплый вот короче такая у меня тут система работает не знаю не скажу что за двое суток прям что-то поменялось но поменялось одно то что я очень дохрена грязи вот здесь здесь собрал и вот на этой нейлоновой сетке прямо я вот такой комок грязи вот каждый раз выкидываю покажу ну а черные пятна это просто колготы вот видите вот эти комки я просто выкидываю это вот с этого с нейлоновой сетки вот с этой нейлоновой сетки да мне еще ну вот тоже куски надо показать нет не вижу ну короче вот такие вот куски они прямо с горстью это буквально за 12 часов работы его то есть это просто капец ваншу результат есть какой нужен это самое главное ну вот угадайте для чего бревнушка просто давление большое ну вот теперь поднимает так приутяжелила вот потому что сюда мне надо обязательно ставить что-то диск 2 до наверно такой же чтобы во-первых разгрузить его чтобы он не рвался по что я разговаривал с продавцами они говорят у кого вот камушки на через год там через полтора компрессор в негодность уходит по что камни душат его и мембранка там просто рвется вот поэтому я сначала попробую с вон теми камушками да здесь подключить и если все окей я куплю еще один диск ну либо эти камушки оставлю у меня вот эти камушки есть до комплект у меня есть еще вот это зонатора тоже в принципе я их могу все подключить два тройника сделать все их туда за засунуть и получится у меня вообще грубо говоря нулевое сопротивление у этого у компрессора будет так что буду экспериментировать на днях я это сделаю вот чуть-чуть перебрался а то блин здесь вообще трэш было вот осталось биозагрузку убрать что тут по мелочи тут подмести вот эту хрень убрать без загрузку я вытащил вот потому что она она вот так булька и да вот булькает и когда уровень у меня падает до падает она вот несколько штука она вот сюда попадает и она как бы там из-за краника у у него там кран когда перед но так открыть полностью да у нее не полностью вся хрень это открыто а половина ровно половина он открывает почему-то и как раз вот без загрузки иногда блин туда попадает и вот эта хрень вся моя работа начинает немного хуже вот если у кого-то есть какие-то решения или предложения то как это сделать напишите я буду очень признательно я просто у меня кусок этой блинницы был от блинов у меня просто железный круг я его вот через привязал железную проволоку туда опустил там такие на про там такие направляющие есть я право сверху накрыл чтобы ну туда без загрузка не падала как бы вот сутки прошло нормально не забивается но все же надо как-то более нормально сделать или же у меня было вот тоже я хотел сделать с я так понимаю что вот эта часть она откручивается то есть вот эту хрень открутить прикрутить туда допустим но если она подойдет по размерам до пнд трубу вот пнд трубу просто вот так вывести здесь кран поставить у пнд трубы угол на 90 градусов и туда вставить эту 50 трубу потому что она вот вся та труба идеально подходит пнд вы и все так что у меня такое желание смодернизировать потому что каждый раз переживает блин забьется не забьется начнет переливаться не начнет переливаться ну короче сами понимаете да вот че еще ну пока так вот скиммер как работает затягивает очень хорошо вот единственное вот стрекоза затягивает очень хорошо единственное что надо заменить вот эти вот мои веревки на пластиковую леску какую-нибудь а на леску точно эти сам придумал сам ответил на на леску нужно заменить чтобы она от воды размокает и короче она может порваться вот а леской не порвется съезжу куплю леску вот что могу сказать о зонам вообще ну чуть-чуть пахнет совсем вот это еще благодаря на колготкам да потому что они мокрые через них воздух проходит сейчас работа зон да во первых перемешивается по всей магистрали да вот по этой длиннющей загибами идет здесь и сюда выходит и плюс мокрые колготки не дают так быстро воздуху воздуху выходить вот и на себя берут вот это все как сказать растворение озона в воде вот так что такие вот дела да по крайней мере я рад то что очень много грязи вот в этих трех фильтрах для меня это самый важный показатель потому что ну как если я из пруда вытаскиваю это значит это в пруд не попадает если в пруд не попадает он становится чище вот так что такие вот дела да немного как то вот несуразно колхозно выглядит но мне главное чтобы работало мне главное довести это до ума и я знаю то что вот с насосом у меня все стабилизируется потому что кто помнит мои старые выпуски когда я пересаживал рыбу в ящик да у меня за дом стоял ящик вот этот маленький насос которыми работал и бочка ну там эти были вот эти помните да штуки два или три ящик вот этих был и у меня там было просто до дна видно там такой же глубины было как здесь просто до дна идеально видно просто там каждую каждый микроб видно было вот и здесь будет то же самое здесь даже будет лучше потому что здесь а здесь улучшенная система фильтрации здесь озон да единственное здесь грязная биозагрузка была я ж бушную купил вот с ним много грязи которую я вот все все борюсь вычищаю и тем самым стараюсь очистить биозагрузка действительно стала намного чище даже просто вот которая выпала да вот она чистая и здесь вот она тоже чистенькая вот здесь да застойная зона здесь она грязная вот но как бы больше половины она просто идеально чистим чисто соответственно со временем да вот я допустим завтра если подключу вот через тройник да чтобы вот сюда булькала она даже если просто чуть-чуть будет булькать она будет создавать движение воды здесь и и стоком она будет уходить либо сюда либо через верх перетекать вот блин не могу на радость как лайфхак нашел блин вообще холодный вот они сейчас два одновременно работают горячее уже уже тяжело держать а это прям холодный он работает круглые сутки класс Женя молодец так что такие вот дела с удовольствием высушу ваше мнение ваше предложение как сделать что как улучшить вот в планах у меня ультрафиолетовую лампу поставить ультрафиолетовую лампу поставить и все и как бы это зарабатывать денежки копить денежки чтобы ставить еще баки я хочу кларио сама выращивать ну или африканский слум да это просто но на еду чтобы его там я хочу из него рыбные палочки в панировке делать они очень вкусные и самому есть и если будет избыток то на продажу потому что он растет просто мега зверски быстро и как бы это одного куба ему будет достаточно да и мне достаточно то есть там можно что до 400 килограмм выращивать и ему будет нормально вот поэтому планы у меня грандиозные будем пробовать попробовать а по зеленке да то шпрус цветет я думаю что да ультрафиолетовая лампа она конечно против зелени будет справляться лучше чем озон но с озоном я зато буду зато уверен что никакая болезнь никакая гадость сюда не попадет рыба будет здоровая и не будет доносить мне проблем не будет мне голова болеть а вдруг я какую-то заразу инфекцию занесу озон здесь все сам порешает все буду заканчивать увидимся в новых выпусках обязательно подписывайтесь ставьте лайки делитесь с друзьями комментируйте и увидимся в новых видео пока